девчонки всем доброе утро у нас сегодня была просто жесткая ночь честно такого наверно не было ни разу за все время пока у нас кати рассказываю где-то в 2 часа ночи катя в своей кроватке заплакала я как обычно подошла ее пошикала ручку на нее положила но я вообще было пофигу на это дело она все равно плакала потом вроде бы уснула я когда мне ручку клала смотрю она холодная катя у нас не любит спать под одеялом поэтому я сходила и на кухне закрыла окно думаю может быть ей дует как-то вот прихожу ложусь на кровать только закрываю глаза катя снова плачет я опять на нее положила ручку опять ей шикую-шикую вроде спит как только я начинаю руку с нее убирать она сразу просыпается я так наверное не знаю сколько простояла возле нее а спать-то хочу думаю ладно наверное и что-то беспокоит может быть страшный сон приснился возьму ее к нам и хотя бы поспим пусть не так удобно но хотя бы поспим давай выкладывай выкладывай молодец вот сюда клади вот так молодец вот положил ее к нам но вообще не работает тоже вроде спит если я обниму проходит минута и она снова плачет и извините за подробности пукает я думаю наверное болит животик жучкин мы попросила мужа принести норофен чтобы катю не было полегче вот муж принес норофен но легче не стало катя все равно плачет возиться просто как уж на сковородке знаете на 360 это было вообще жесть мы уже смирились лишь бы она уснула она на меня пятку на глаз на мужа на подушку просто легла мы думаем ладно черт с ним лишь бы она поспала но даже так она не спала она кричала и я мужу говорю иди в нашу до третью комнату где у нас по сути только диван стоит для таких случаев я с катюшей останусь сама может быть она как-то удобно уляжется и мы все во спину но короче он ушел где-то в три мы с катей так и не смогли уснуть я ее взяла на ручки поносила полежали вместе в обнимочку она вроде успокаивается но периодически все равно плачет и слышу нет а в животе шум и гам вообще вот слышу не в животе шум и гам думаю наверное может быть она голодная или пить хочет дала и водички стала получше пойду я покормлю дала ей покушать а такая небольшая оговорка извините я не выспалась небольшая оговорка что ночью у нас катя не ест уже давно наверное месяцев на месяц 4 точно не ест уже вот и соответственно дина не покормила она такая приободрилась проснулась окончательно и думаю что делать я-то спать хочу я играть не настроена я включила тихо-тихо мультик уже почти рассвело уже четвертый час был почти 4 и уже почти рассвело в общем мы лежали смотрели мультик катя все не засыпала а мам будешь сейчас будем вот катя так и не засыпала мне пришлось достать игрушки мы закрылись в нашей спальне с игрушками катя катя играла я лежала там дремала как могла все равно как бы это она обкакалась я помыла и мы все еще лежали играли 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 ах боже мой играли мы до пол шестого утра представляете с двух ночи до пол шестого мы не спали и это не просто не спали а это я бегала за катей это я постоянно пыталась ей помочь это я с ней играла это в общем тяжелое было времечко очень вот половину шестого смотрю катю нет ряд глазки думаю попробую уложить меня за что ли было обратно наши блокаут и я положила и с собой начала рассказывать сказки подсказки засыпать замечательно вот рассказал я парочку сказок и она уснула позже мой я быстрее мужу написала что мы только легли не переживай проснемся поздно и до 9 получается 20 где-то мы поспали получается почти 3 4 почти 4 часа вот в общем то нормально себя чувствую можно так сказать 4 часа ночью гуляли 4 часа еще поспали спасибо честно вообще не поняла что было наверное у нее болел животик в общем в общем сегодня я выгляжу так попытаюсь себя привести в чувство душ спорт завтрак вкусный не знаю что сегодня будет с режимом потому что обычно катя где-то в 12 час ложится на обеденный сон и сегодня я думаю она не ляжет посмотрим ладно пойдем умываться и готовить завтрак девчонки нам приехал доставка сейчас будем показывать что заказали девчонки показываю что купили так мы набрали кучу мяса потому что мужу вчера пришел промокод в сбе марки по-моему и и промокод представляете если набрать на 5000 3000 по промокоду скидка поэтому мы набрали кучу мяса уже день рождения в конце июля и как раз мясо будет на шашлыки давай сейчас я тебе тоже что-то дам я еще взяла себе всякие штучки для умывания просто потому что я покажу чем я умываюсь сейчас так короче мы взяли in the light фарш деликатесный филе грудки индейки мне нравится индилайн хорошая такая фирма две пачки взяли такой хотели две пачки классического фарша из индейки но не было двух пачек была только одна поэтому взяли ее и еще одну пачку павловская курочка нам закинули мне позвонили спросили мне мне очень нравится знаете доставки удобно что тебе звонят и как бы спрашивают да а вот это нормально а вот может быть вам там по сроку годности да спрашивают и так далее очень очень удобно так дальше у нас свиная шея здесь получается наверное 5 килограмм 600 грамм мясо сейчас мне нужно найти место в морозилке и это все туда закинуть дальше мы взяли такую большую пачку кофе нам нравится якобс вот нес кафе я не люблю он какой-то кислый а якобс очень вкусный пойду проверю кача дальше это наполнитель коту при заплате взяли мы берем не какую-то определенную марку мы берем гречишный гранулы короче комкующийся который вот он нам нравится в общем то сегодня взяли вот такой и я взяла себе кое-какие средства для умывания взяла себе мицеллярную воду у меня миллион лет назад она закончилась очень вкусно пахнет вот это гарнир кто знает запах прям реально очень приятное для смывания макияжа потом еще взяла черный жемчуг черный жемчуг пенку мусс для умывания интенсивное питание я умываю сейчас энзимной пудрой мне она очень нравится но она очень сильно сушит кожу поэтому хочу чередовать день умываться пудрой чтобы подсушивать какие-то высыпания день умываться такой пенкой мне черный жемчуг подходит мне вообще не подходит лореаль у меня от лореаль стягивает кожу и знаете такой как корочка покрывается ну то есть мне не подходит прямо это а вот черный жемчуг гарнир и не не вея мне очень круто подходит мне они нравятся взяла крем ночной для лица просто потому что хочу увлажнить как-то пропитать кожу дополнительно на мне сейчас очень сильно сохнет пахнет тоже очень приятно знаете у нее всегда такой аромат какой-то пудровый такой очень-очень приятный вот сегодня буду пробовать и сейчас как раз попробую умыться этой пенкой потому что я еще не приводил себя в порядок как видите я лежала залипала думаю она пахнет тоже приятнее пока не пахнет буду умываться понюхаю вот это все что мы заказали кажется что да на 5000 вроде должно быть много тут на самом деле всего немного но все такое про запас пригодится всем привет еще раз мы вышли погулять с катю не сидим в песке в нашем любимом месте у нас сегодня день без интернета потому что его нам почему-то выключили и свободный мастер есть только на завтра мы все искать и весь день без интернета без связи без мультиков без работы в общем такой вот денек получился но после такой тяжелой ночи это собственно то что нужно мы с ней сегодня весь день играли кстати говоря вот плюс режима несмотря на такую тяжелую ночь и позднее пробуждение катюша все равно легла на обеденный сон как обычно и в общем то режим не сбился в течение дня даже несмотря на такое пробуждение и такую тяжелую ночь это очень здорово я тоже переживала во сколько вообще она уйдет на обеденный сон ушла как обычно где-то в 12-40 и это конечно же меня очень порадовало вот сейчас мы будем гулять а потом приедет наш папа мы еще чуть-чуть погуляем поедем домой дома у нас также нет интернета нет ничего поэтому будем придумывать себе занятия на ходу качинь ты чё делаешь ты залезть хочешь сюда нельзя катя не туда нельзя там же попы сидят дочь убирай давай нет стоп нельзя ножкой туда там же попы сидят ищенки у вас также вы набираете кучу игрушек а ребенок играет просто с камнями с палками просто повыряет песочек палочка да у нас не детской площадке не души все сидят дома у всех есть интернет катя вообще не сидится на площадке она хочет тащиться по какому-то полю после дождя самое то что там у тебя пупсик что это катенька яблочко 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 нельзя нельзя это здесь нельзя не ну-ка ты ищешь ты ищешь яблочко цветочек красивый Понюхай, вкусно пахнет? Вкусно пахнет! Зачем сорвала, раз выкинула сразу? Мы ушли с нормальной площадки, пришли на поле. И тут сейчас будем ходить, да, Кать? После дождя самое оно. Кать, ты куда, дочь? Погода прям очень клевая. После дождика я думала будет холодно, но нет, прям несклассная погода. Зря мы сидели дома, а утром такой ливень был, вообще ужас. А я собралась утром с Катей съездить на набережную вдвоем. Думаю, что, съездим погуляем, все равно там интернета нет, работы нет. Хорошо, что не уехала. Девочки, ну как-то так. Ребенок у меня весь черный. Да, ребенок? Погуляли. Нам еще где-то полчаса минимум ждать папу. Думаю, что мы еще больше перемажемся. Девчонки, после прогулки я решила приготовить шарлотку. В прошлый раз готовила по этому рецепту буквально несколько дней назад, но не снимала. Мужу очень понравилось и сейчас снова решили сделать. Приезжают родители моего мужа. Буквально вот с минуты на минуту мы их ждем, поэтому в таком ускоренном режиме готовлю шарлотку. В чем вообще отличие этого рецепта от моего привычного? Во-первых, мой муж попросил делать ее не такой сладкой, как обычно я раньше делала. Поэтому я добавила в два раза меньше сахара. Дальше. Я раньше всегда добавляла разрыхлитель. В этот раз я добавила соду, погашенную только не уксусом, а лимонной кислотой. И знаете, от этого получилась очень приятная корочка на шарлотке. Она реально очень-очень вкусная. И третий момент. Я не знаю, наверное, я одна такая, которая добавляла очень мало яблок в шарлотку. Но теперь вот я добавляю, наверное, 8 яблок и получается очень-очень вкусно. Яблочки я сбрызгиваю лимонным соком, посыпаю корицей и ванильным сахаром. В этот раз я добавила не очень много корицы, потому что мама моего мужа, она не очень сильно ее любит, но с корицей действительно получается намного вкуснее. В прошлый раз мы добавляли прям очень много корицы. В тесто я добавила 3 яичка, добавила, наверное, 200 грамм сахара. Раньше я добавляла также 200 грамм сахара, но я добавляла 2 яйца и муки. В этот раз я взяла 400 грамм. Мне тоже показалось, что так будет получше. Я, видите, взяла соды, примерно чайную ложку без горки. Погасила ее лимонной кислотой и реально получается так намного вкуснее, чем с разрыхлителем. Еще в тесто я всегда добавляю немного растительного масла. Ну, не знаю, тоже моя мама всегда так делала и, как вы знаете, я тоже так делаю. Выливаю все на яблоки. Вот видите, такое соотношение. Яблок практически полная формочка, но теста для него не так уж и много. Но потом тесто очень хорошо поднимается и, в принципе, пирог получается прямо безумно вкусным. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Большое спасибо, что были с нами и всем пока-пока.